Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что к нам присоединился. И смотрите, что сейчас я буду делать. А вот, что я буду делать, я уже показывала. Я запекла баклажаны, но прежде я их подержала в соленой водичке. Я запекла болгарский перец и больше ничего. Дальше у меня здесь сырые помидорки, у меня здесь сырой лук, сырой чесночок, кстати, у нас такие помидоры сейчас обалденные, с поля, прям с поля, просто прелесть. Вообще, наверное, лучше херсонских помидор быть не может. Они, во-первых, не водянистые, как вот другие, они сладкие, вот сладкие, именно сладкие. Ну и чесночок, вообще баклажаны с чесноком, это такая прелесть. Вот, теперь, дорогие мои, я обязательно добавляю зелень. Если есть, конечно же, лучше добавить зелень, такую свежую. Но у меня сейчас засушенная моя собственная зелень, у меня всегда есть и не засушенная. Но сюда я добавлю немножко вот так вот. Здесь и базилик, укроп, петрушка. Я люблю этот цепок. Я вообще очень люблю базилик, но, как мы его называем, еще и рейхан. Я очень люблю, там, если бордовый, то это рейхан. А здесь зеленый базилик. Так, вот, дальше у меня перемолотые, перемолотые немножечко грибочки, потому что баклажаны с грибами, сухие грибы перемолотые у меня. И еще просто, чтобы запах был. И еще у меня здесь соль, перец. Дальше я добавляю паприку. Паприку побольше. Баклажанки любят сладкую паприку. И сам болгарский перец есть, зелененький. Но еще вот я и сухой тоже добавляю. Он сладость такую придает. Вот. Сюда же я добавляю обязательно соевый соус. Мед. Мед. Я уже добавила 2 столовые ложки меда. Немножко, я не знаю, может 2 столовые ложки соевого соуса. Масло я буду добавлять потом, не сейчас. Масло я уже, когда в мисочку переложу, буду. В общем, запеченный. Все. И вот это я все перемалываю. Со свежим луком, со свежим чесночком. И что получается? Сейчас я не буду прямо на камеру перемалывать, а я выключу звук, да? Ну вот, все. Посмотрите, что получилось. Вот такая икра получилась. Очень вкусная. И вот сейчас я ее должна переложить вот в эту мисочку. В доли секунды мы перекладываем. Немножечко еще тут, чтобы все-все-все до конца. Я не знаю, любите ли вы баклажаны, но несмотря на то, что баклажаны содержат солонин, если вы очистите от шкурки, в основном это в шкурке, если вы поддержите хорошее количество времени в воде, если вы будете покупать... Кстати, есть такой сорт баклажан белый. Так вот, девчоночки и мальчишечки, там вообще нет солонина. Я вам об этом не сказала в прошлом видео. Но там вообще нет солонина. А теперь самое мое любимое такое состояние, это когда я добавляю всякие разные масла. Так, немножко соевого масла. Чуть-чуть. Вы можете по столовой ложке. Оп! Красота! Немножко масла горчичного. Раз... Да, все должно быть первый отжим. Нельзя ни в коем случае брать второй и так далее. Вот. И сырое. Масло должно быть сырое. Оливковое маслечко. Ой, какая прелесть. Ну и немножко подсолнечного. Тоже добавлю. Подсолнечного масла. Тоже добавлю. Теперь. Теперь мне нужен уксус, друзья мои. Какой уксус? Яблочный. Вот такой вот яблочный уксус для кисленьки. Просто необходим. Я его очень часто использую. Вообще я делаю уксус сама. Но здесь мальчишки мои. А у меня уксус в подвале. А чтобы в подвал ехать, надо проехать три города. Забыла привезти. Пришлось для мальчишек здесь купить. Натуральный тоже, но купить. Вот. И теперь вот этот запах. Теплый икре. Но я подаю икру не теплую, а холодную. Бывает с черным хлебушком. Намазов. Красота. Это такая вкуснятина. Всегда, всегда перед приготовлением замочите баклажан в подсоленной воде. Ну, на полчаса как минимум. Потом промойте. Еще раз промойте. Уйдет, во-первых, горечь. Никогда не покупайте баклажаны старые. В них такое количество солонина, что отравление даже может последовать. Если готовите икру, не пропускайте баклажаны через мясорубку. Но я через блендер люблю. Всегда, всегда снимайте шкурку. Всегда. Вот блендер, это вот создаёт такую текстуру мягкую, такую нежную. Вот это икра. Вот это икра. Посмотрите. И когда без шкурки. Вот это вот икра. Ой, какая красота. Какая же она будет вкусная. Какая же она замечательная. Вот моя икра готова, дорогие мои. Ну, это запеченные баклажаны. Некоторые варят. Я иногда варю, но потом нужно обязательно отжимать. Потом, чтобы мякоть не чернела, готовьте. Ну, многие готовят на сильном огне. Можно добавлять лимонный сок. Но я вот добавила, видите, я добавила яблочный уксус. И у меня цвет будет яркий-яркий. Ну, вот такой вот, красивый. Вот. Ну, вот так вот. А я люблю вас. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Баклажанный сезон начался. А значит, вперед из песни. Так что у нас на вечер, сейчас вечереет, будет баклажанная икра. И меня спрашивали за баклажанки, когда я опубликовала в прошлом году первое-первое свое видео по икре. А может, не первое, а может, 31-ое. Не знаю. И там меня спрашивали, жарите ли вы баклажаны. Девочки, мальчики. Я вообще ничего не жарю. Раньше баловалась этим и то не себе. Меня, допустим, заставлял муж жарить. Сейчас я уже категорически сказала свое нет. Я же хочу, чтобы он подольше пожил. Чтобы мы наслаждались вот этим миром, каждой росинкой, каждым листочком. Ну, когда, как не сейчас, наслаждаться жизнью. Сейчас самое время. Самое-самое время. Когда есть силы и работать, но и хочется наслаждаться жизнью тоже. Можно совмещать, как я совмещаю, работу и отдых. Это очень приятно. Так, следующий вопрос. Это как обращаться с жиром? Ну, вот что делать? Ну, первое. Сохраняйте спокойствие. Знаете что? Найдите золотую середину. Тогда вы можете забыть свою таблицу жиров. Я так поняла, девушка. У нее есть таблица жиров, как она сказала. Второе. Занимайтесь спортом. Мы там разговариваем. Я не включаю, допустим, камеру круглосуточно, да, как многие там ведут трансляцию, куда-то идут. Нет, я только когда там у меня есть время. 10-15 минут я включаю. У меня максимально может уйти на камеру час в сутки. Все. Больше за день у меня, больше часа я не выделяю интернету. А в интернете я вообще ни в одной соцсети, ни от меня, только на фейсбуке, и то, чтобы что-то передать своей сестричке. Все. То, если она не смотрит, допустим, мой канал и не в курсе, что сегодня. Вдруг, если вдруг. Поэтому занимайтесь спортом, это номер два. Согрешите с жареной картошкой и скупите вину бегом и плаванием, особенно сейчас. Третье, это чтобы сердечко было здоровое, не будьте скрягой. Масло во фритюрнице нельзя использовать вообще. Вообще. Фритюрницу нужно. Я вам сейчас скажу, что нужно сделать с фритюрницей. Потому что девочка написала, что у нее фритюрница, она часто делает картошку фри. Вот я ей об этом делаю нажим. Значит, возьмите какую-то коробку или пакет, положите туда фритюрницу и выбросите на мусор. Даже никому не вздумайте передаривать. То есть вы, если будете передаривать фритюрницу, вы будете передаривать вред, вред здоровью. Нельзя, потому что вы же понимаете, что картошка фри, это, когда готовите во фритюрнице, это канцероген. Образуются свободные радикалы. Сама картошка, это крахмал. Это внутри вас, в крови превращается в сахар. Это диабет, это кормление для всех этих бактерий раковых. Кандид и всяких грибковых. Вам это надо? Поэтому выбросите. Выбросите так же, как и микроволновку. Дальше. Но не надо переусердствовать с культом обезжиренности. Я вот сейчас на ваших глазах несколько видов масла положила. Потому что это здоровье. Но это масло должно быть только сырой отжим. Сырое. И будьте бдительны. Вот скрытые жиры, они присутствуют везде. Например, в колбасе и в алкоголе. Везде. Знаете что? Я вам посоветую делать все-таки ставку не на количество еды, которую вы приготовили дома. Вот у меня и то, и то, и то есть. Нет. Пусть это будет немного. Но ставьте ставку на качество. Вот на качество делайте ставку. Лучшее масло в вашем супермаркете это обычно вообще оливковое масло холодного отжима. Там может быть написано Natives Olivenal Extra. Такое может быть написано. Ну, в общем, смотрите сами. Ну, я вам вот подсказала. Дальше. Обращайтесь хорошо. Это номер 7, наверное, будет. Значит, обращайтесь хорошо со своим маслом. Покупайте вот маленькими порциями. Вот как я вам сейчас показывала, да, немножечко того-то. Вот оно быстро заканчивается, и вы еще. И, конечно же, вы будете сокращать тогда его количество. Вы меньше будете его тратить. Сокращайте всегда его вообще понемножку. Сокращайте количество того масла, что вы положили раньше. Ищите альтернативы. Вообще, комбинируйте масла. Конопляное, очень неплохое маслечко. Льняное, прекрасное маслечко. Масло соевое, прекрасное масло. В общем, комбинируйте. Не зацикливайтесь на одном масле. Еще мне нравится очень облепиховое масло. Но вот конопляное, оно тоже, оно имеет хороший вкус и много ненасыщенных жирных кислот. Вот в чем дело. Вот это очень важно. Ну и последнее. Запомните, что если вы кушаете много жирного и жареного, у вас апатия к жизни наступает. Это уже доказано учеными. Просто апатия. И вот эти все депрессивные прикольчики, это все от поедания жирного. Вот и все. Вот и все секреты. Мои 10 секретов. А я люблю вас. Будьте благословенны. О, посмотрите. Вот он прилетел. Прилетел. Он показывает, какой он красавец. На моем кондиционере сидит. И давай сейчас, может быть, что-то сделает. Да? Может. Еще я их кормлю с другой стороны. Специально, чтобы они тут нет. А вот другая, наверное, девочка или кто развалилась там внизу. Видите, на этаж ниже. Развалилась. Прямо и наблюдает. И наблюдает. Вот такие они потешные. Голуби. Голуби. А я люблю вас. Будьте здоровы. Не болейте. Пусть Господь Бог вас обильно благословляет. Но не только вас, но и вашу семью непременно. Конечно же, вашу семью. Ваших родных. Ваших близких. В преизбытке. В преизбытке. Огромное спасибо всем тем, кто пишет добрые слова. Я получаю от вас ваши словесные благословения. И в мой адрес, и в адрес моей семьи. И пусть в тысячу раз все, что вы мне желаете, исполнится в вашей жизни. Да благословит вас Бог!